друзья это кинишма и приехали мы в нее ночью на улице прохладно где-то два градуса возможно вот поэтому мы сейчас здесь на корабле у нас будет завтрак а потом мы выйдем и пойдем по городу вот такие пироги друзья вот мы вышли с нашего теплохода некрасов и я вот не знаю почему такая зеленая вода честно говоря что это такое но здесь плавают утки утки прям плавают вокруг все едят клюют как говорится довольны и вот почти ручные как корабли им тут хорошо лапами подгребают вода прозрачная странно не знаю что это за зелень такая может специально что-то кормят не знаю кидать в общем мы пошли по набережной кинишмы сделали даже сегодня думали что будет дождь но сделали небольшой обзор ее с высоты птичьего полета вот так что все это будет специальном фильме одномоментном как бы говорящем о всем путешествии в целиком без слов только с с буквами с буквами как название городов и будет очень хорошая съемка все соединено будет далее кинишма город кинишма он основан как бы считается в 1707 году вот но но дело в том что первое упоминание о этом городе об этом городе было в 1412 году что его сожгли там разорили то есть какой-то момент и поляки здесь как говорится орудовали они только в 1600 годах начали более-менее иметь какие-то силы чтобы отбить подобные атаки в основном дом дом в основном город был занят основным это ткацкими продукциями вот эти ткацкие ткани и химическими заводами которые производили краску для этих тканей вот и с этих пор принципе так и повелось что но город в 1 1 момент на как-то рос в тысячи там вот 600 упоминания и далее он как бы рос в 19 веке но потом он стал таким небольшим население немногочисленное но здесь есть ткацко-предельная там ленина я полу фабрика здесь самые лучшие были ткани сюда приезжали именно за тканью и красители для тканей вот краткая информация по кинишме мы пройдем сейчас вот так вдоль берега мы оторвались от нашей экскурсионной бригады они поедут по своим официальным маршрутом а мы пойдем неофициальным мирная пристань ресторан я чуть я под ботель я думал бордель вот господи так мелькнула ботель ресторан мирная пристань вот если это настоящий дебаркадер по моему может быть и нет но он это вот тут основание такие бетонные вбиты в землю то есть он навечно привязан то это тоже вот скорее всего на бетонных основаниях такой симпатичный домик пристани или гостиница бог его знает нечет ничего не написано люди там есть окна зеркальные перила хромированные вот из нержавейки вообще там даже вот сама пристань там перила из нержавейки вот рыбаки рыбачит турникет что-то здесь делает а то что вам и еще такая зона пропускать не пропускать ротонда небольшая беседочка сверху такой вал земляной заметил что блоки вот эти бетонные блоки они скорее всего для установки на дно я так полагаю почему потому что смотрите вот эти вот вещи из металла который вот как бы из нержавеющего а а плавающие а для чего а то есть он все равно плавает он не пристегнут намертво да ну все тогда я ошибался они все плавающие вот эти блоки плавающие получается хотя выглядят как бетонные видите как вот хорошо что встретил человека подсказал то есть получается вот эти блоки опускают воду а потом ставят сверху на них дом вот это да технологии а действительно если вода в реке поднимается то дом естественно затопится соответственно он плавающий всегда то есть вот на таких блоках ну что ж будем знать я не знал такой вещи ну владимир рыча ленина вы сразу видите да друзья силуэт не знаю что у него с рукой там куда он ей показывает но любом случае здесь принято везде памятник владимир рычу ленину иметь это хороший тон считается вот эти вот допустим пристали вот она намертво ведь вот мы вчера видели пристань стояла на столбах таких то есть там уже намертво это получается плавающие такие гостиницы такая монолитная пристань и даже не понять для чего она существует калитки как таковой нет чтобы выходить на берег странные вот эти вот выступы может быть они только не недавно да вроде бы давно уже организованы вот эти вот ну да не поймешь быть пристань просто для вот этих вот плавающих домов потом здесь прорезается калитка может быть не знаю это одни только догадки но в любом случае такие выступы существуют на столбах и это далеко не дешевое такое сооружение поэтому я пока не знаю даже что и сказать по ним почему такие выходы вполне возможно что вот эти штуки применяется для торговых палаток в летний период вот это вот более логично да то им же не надо здесь на дороге где-то стоять вот сюда и для них аренда они считают свои палаточки и продают какую-нибудь пляжную дребедень вот друзья если с этой стороны город кинишма тут другой стороны виден поселок кинино его название поселка кинино и между ними река волга который издалека долго течет река волга сверху драматический театр но мы его еще увидим когда пройдем по верхней части этого холма эти уже последние сентябрьские деньки перед октябрем тишина готовится природа холода и поэтому уже все утихомирилась скоро все это начнет потихонечку засыпать снегом и когда-то льдом покроется и сама волга вот такая вот река будет завершая чайки речные вот друзья бережок каменистый вода такая прозрачная вам скажу прозрачная волги вода но видно прекрасно вот мы имели комбинат зерно зернохранилище там на другой стороне канала залива но тут на берегу от нас завернули как друзья вот видите старый дом стоит с такими резными наличниками и асфальтовая дорожка ну домик старенький наличники не 50-х годов возможно нет не 50-х точно вот этот будка пристройка может быть 50-х а все остальное трудно сказать и так поднимаясь наверх здесь вот такие лесные пейзажи и появляется царевый дом жилой наверное ну да беседкой может быть скорее всего предприятий культ ну то есть коммерческая структура поднялись вышли на дорогу пахнет возможно смородинами листьями бакарди бар центр компьютерных технологий киндет памятник архитектуры конца 19 века дом нотариуса городецкого ну судя по всему дома здесь все старого даже жилой дом полностью царевый стоит крыша кровельная но перекрытая конечно но дом царевый большой вот тоже царевый дом здесь на этой улице скорее всего все старые постройки и стоят царские дома да и стоят они веками и каком они состоянии понимаете отличное состояние дома но снаружи хотя бы я уж не знаю как внутри вот тут была табличка редакции газеты привозку привозская правда ну вот вот еще царевый дом но он на ремонте сам дом неплох но вот что-то стекла заклеили хотели ремонт и да обшивать его будут скорее всего какими-то элементами видите накрутили тех железок поганых дом красиво его бы зачистить кирпич до сделать его хорошим но будут скорее всего обшивать вот этим дерьмом новым так вот такой от ремонт только испортить внешнюю облицовку вот еще дом с красного кирпича знаете почти как хрущевка да но с красного кирпича его было много он видно что он не царевый скорее всего он просто где-то здание разрушались и взяли с этого здания кирпичи и переложили дом потому что я что-то сомневаюсь в том что в царское время такие строили просто на кирпич вполне возможно царского времени что цвет кирпича такой колоночка 1989 году рабочая здесь воду набирают да колоночка рабочие здесь воду набирают это такая старинная церковь но это уже что-то попахивает даже 17 веком как говорится но явно что-то не так на 19 не похож с такими арками башенками ну вот друзья мы подошли с этой стороны вот этой вот церквушке там ветерах демонтные работы идут к этому памятнику на котором стоит подпись и это памятник александру николаевичу островскому друзья такой памятник смотрите какой фонарь здесь любители таких же фонарей как это у меня дома ну вот памятник александр николаевич островскому был заложен как говорится в 2004 году и авторы скульптор этого памятника так но здесь у нас драмтеатр таким вот видом на реку красиво сделано вот такой драмтеатр друзья бульварная плитка и вот такие старинные фонари которые только украшают улиц здесь от премьеры анонсы беспредельница остров сокровищ и такая вот дорожка вдоль драмтеатра стоят вот эти фонари с той стороны улицы тоже старинные здания царского периода этих очень много они везде там тоже видите старинные здания улица советская дом 12 а мусорные баки как у нас в ейске точно такие же друзья чиплашки такие вот в общем то ну а здание в оля 70-е годы проект 70-х годов такие проекты были в здании естественно все уже отшелушивается бетон это подземное специальное перекрытие обошли здание стороной полностью ну вот драматический театр имени Александра Николаевича Островского и вход вот как раз с той стороны бомбоубежище по моему ну как это обычно делали дышащие такие каналы вот такое здание театра очень симпатичный вид на реку друзья набережная красивая спору нет деревья такие многолетние с выходом сюда ротон доставит очень красиво смотрите друзья как симпатично сделано набережной база такая из металла ну там ясно что внутри возможно камень может покрашена но сделано как будто из металла вороны сидят любопытные думает кормежка пришла какая-то вот это ротонда которая снизу была покосившиеся там такие подпорки слабенькие честно говоря она вот единственная такая непонятная ротонда друзья попить чайку горячего только что налил здесь на ротонде вот так вот на берегу волги напротив нашего корабля но просто шикарно в этом сооружении вороны вон бегает я вот сижу здесь на скамеечке и пью горячий чай красота хорошо красиво красиво здесь спору нет сюда бы южный климат и можно больше никуда не уезжать чтобы бананы росли но тогда все изменится дельфины появится это здесь ни к чему правильно вот пускай в каждом регионе своя прелесть будет я сейчас смотрю на вот эти вот виды мне почему-то вспомнился красноярск с енисеем там конечно более так могущественно сопки такие скалы енисей волга конечно матушка вот но енисей тоже красавец в общем попил я чайку иду вдоль уже набережная но по верхотуре то мы хоть шли вот там с вами друзья по низу вот а теперь идем сверху красиво здесь красиво в сентябре даже красиво ездят люди которые даже здесь проживая хотят переехать на юг но я не знаю вот как вот размениваться вот допустим мы живем как бы в степной зоне в ейском районе да у нас нет таких красот сопок лесов вот ну море южный климат шезлонг посидеть комары не кусает все такое прочее это плюсы но есть там кто-то хочет переезжать ближе канапе да там понятно там уже черное море то есть здесь как бы человеческий разум раздваивается ему хочется и таежной красоты свежего воздуха такого да и в то же время хочется южных южного климата мягкого там для себя теплого моря чеку много чего хочется поэтому надо определяться друзья всегда с этими вещами где жить вот я вижу что тут фонтан работы работающие сейчас посмотрим слушайте в меня прям вот вот в одном на одной как будто волне живем с эти вот фонарики ставят люди не случайно же ставят такие фонарик ведь как красиво к старинному городу идут такие фонари зачем эти современные чудовище вот такой незаврядный фонтанчик и это у нас мир техники добро пожаловать я думал что это честно говоря какой-то театр драмы еще 2 но тут оказывается торговый центр друзья это необычно конечно и голуби сидят у них подставки хорошие то ну и такой фонтан довольно мощным насосом хотела магазине этом раз уж так оказалось что в этом мир техники купить шнурок один micro usb с такой нужен ну к новым телефоном идет там такой немножко другой но не оказалось и техника такая честно говоря продается не новая но смысле новая но модели какие-то все староваты вот ленин как всегда с рукой на обычном постаменте не на таком шикарном как мы видели костроме на царском ладно нам объяснили где нам мне объяснили где находится универмаг и там якобы есть такой шнурок мы сейчас его купим они в основном все старинные все старинные абсолютно идем по улице поликлиника такая вот желтенькая с бегущей строкой вот тоже на реставрации одно из старинных зданий давно видать уже церквей было много раньше ну и сейчас уже становится не меньше тоже многовато даже сейчас увидели как говорится епархиальный центр по за по защите детства материнства целая уже получается конфессия там здание стоит и там уже как административное здание двумя ногами как говорится встали во власть в одно дело добровольное а другое дело законотворческое это уже как говорится по моему разумению слишком далеко зашли тоже старинная вещь старинные башенки у входа как это попрошайки в церковь с утра стоят не стал их снимать тоже дом странный с одной стороны как бы вот видно что он царевый старый да здесь почему-то такая шуба вот нанесена очень удивительно но вот дом 10 имеется памятная табличка вот такие вот старинные дома все асфальтирована здесь на этой улице и мы сейчас с вами друзья пройдем вот тут вокруг вокруг здесь как бы вода тоже как бы на как бы на острове находимся с мостами как и посмотрел в квадрокоптера впереди тоже показывается реках видите вот вот такая вот огромная площадь здесь все для ремонта 1000 мелочей а вот там универсак и никольский остров вот так евросеть кстати нашли мы в евросети вот здесь вот шнуры тайп с называется он юсб с но все дальше даже не знаю имеет ли смысл идти дальше так вот просто вот площадь вот такая вот тут площадь вот много магазинов вот все для дома и банк написано еще с твердым знаком как раньше было пойдем обратно галантин да а здесь торговый центр универмаг вот я все-таки зайду туда еще вот смотрите друзья корзиночки продаются какие плетеные эти но это понятно все декорации горшочки такие сейчас все-таки взглянем это снимаем красивые вещи горшки ручки не совсем удобные скользят кувшины универмаг юбилейный называется друзья бордовые такие двери и любимые автоматы я не могу остановиться так здесь есть капучино море то есть сейчас возьму так ну побродил я по этой площади вот здесь еще один памятник хочу вам показать значит федор боборыкин боборыкин боевода кинишимовского ополчения 1609 года вот он на коне с мечом в руках боевода боборыкин вот такая вот площадь друзья щитом мечом воевода федор боборыкин ну все друзья наверное потихонечку к причалу пойду симпатичный парк фонтан правда закрыт уже летний вот так небольшой городок вот тут есть еще такой торговый центр речной вот этот центр церковь которая стояла церковь которая стояла на восстановление и тут тоже спорт экология там товары памятники оптика игрушки такой торговый центр вот такой дом мы снова вышли на берег набережную но такая гостиница добро пожаловать повар такой смешной стоит почему-то с зелеными губами кто-то прыснул видать ему на губы краской карета такая вот архитектурное сооружение русская изба вот вот мы здесь уже были но пройдем еще раз все же поднимемся к этой церкви здесь еще напоследок перед отплытием дом бывший чайной общество трезвости где хранилась нелегальная литература и проводились совещания большевиков подготовки октябрьской революции где никак не в чайной обсуждать революцию друзья а вот смотрите какая скульптура интересная самовар вот такой вот самовар это ларек я так полагаю самовар киоск пончики пирог пироги 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 но так как уже не сезон то соответственно все киоск самовар закрыт красивая береза ну вот теперь точно кораблю бегались по сопочкам теперь на корабль наш некрасов нет есть Продолжение следует...